4 февраля – день, когда все внимание общественности направлено на повышение осведомленности у людей о раке, как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации. Каждый год врачи ставят диагноз онкологии примерно 18 миллионам человек. Медицина не стоит на месте и делает новые шаги к пониманию природы рака. Но волшебной таблетки нет. Одного лекарства для лечения колоссальных групп пациентов, энзологии, опухолевых не существует. Есть различные подходы к лечению, которые разработаны и согласованы различными сообществами. В нашем государстве принято ориентироваться на Ассоциации онкологов России и рекомендации, клинические рекомендации, которые утверждены Министерством здравоохранения. Спасают пациентов ранее диагностика и новейшие технологии. На начальной стадии это хирургическое вмешательство в запущенных комбинированное лечение с добавлением химиотерапии и лучевой терапии. Саровчане могут получить лечение в Нижегородском областном клиническом онкологическом диспансере, а также в Приворском окружном медицинском центре и областной больнице имени Семашко. Создается сеть ЦАОПов, центров амбулаторно-онкологической помощи. Есть два достаточно. На сегодняшний день будут хорошо подготовленными межрайонных центров Арзамас и Павлово онкологические отделения. И плюс онкологические кабинеты. Единая сеть онкологических учреждений позволит более-менее решить на сегодняшний день поставленные задачи по ранней диагностике, маршрутизации пациентов, диспансеры и оказания специализированной помощи. В клинической больнице номер 50 тоже провели реорганизацию. Расширили штат специалистов и объединили их в одно отделение, которое называется Первичный онкологический кабинет. Большое внимание врачи уделяют ранней диагностике на этапе дополнительной диспансеризации. Это тоже целое отделение, куда пациенты вызываются активно, направляются врачами любой специальности, как раз с целью ранней диагностики онкопатологии, сахарного диабета, специально значимых заболеваний сахарного диабета, туберкулеза, чтобы рано выявить, рано начать лечить, продлить жизнь пациенту. И сейчас акцент делается на качество жизни пациента, то есть улучшить и качество, и продолжительность жизни человека. Помимо областных больниц, Саровчан направляют на лечение в клиники Москвы и Санкт-Петербурга. Но если заболевание выявлено на ранней стадии, провести операцию по удалению опухолей могут и в нашем городе. Для этого есть и необходимые лекарства, и современное оборудование. У нас большое количество пациентов находится на лечении в первой полиплинике. Существуют койки дневного стационара онкологические, и уже в течение года пациенты получают дорогостоящие лечения, не госпитализируясь в круглосуточный стационар. Также большую роль в выздоровлении играет помощь психологов. Депрессия и замкнутость через это проходит каждый пациент. Сначала, когда они осознают, что у него опасное заболевание, потом больной перестает верить в положительный исход лечения. Проблема онкопсихолога колоссальна. И помощь в оказании нашей онкологической помощи, вот этой группе пациентов, достаточно сложная, она очень важна. Даже если взять этап диагностики, человек начинает замыкаться, когда только начинает подозревать, что у него рак. Именно в этот момент уже должен работать, по идее, психолог. Именно вера в выздоровление помогает участию пациентов, я уверен в этом, достичь положительных эффектов. Рак – опасность заболевания, но по смертности оно находится на втором месте после сердечно-сосудистых болезней. Ранняя диагностика, своевременная профессиональная помощь докторов и вера в выздоровление помогают большинству заболевших победить рак. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.